МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Учебные стрельбы. Пограничники завершили занятия по боевому слаживанию. Их провели возле админграницы с Крымом. Украинские волонтеры сняли с воздуха авиабазы оккупантов под Джанкоем. Так называемый Минздрав Крыма расторг трудовой договор с руководителем республиканской больницы имени Симашко Еленой Соболевой. Пресс-служба оккупационного министерства утверждает, в ходе служебного расследования было установлено, что руководящий состав медучреждения получал необоснованно завышенную заработную плату. Общая сумма, направленная на выплату зарплат руководству больницы, по итогам 8 месяцев 2016 года составила 12 миллионов 31 тысячу 670 рублей. Новое руководство больницы имени Симашко будет назначено в течение недели. Исполняющим обязанности главврача уже назначен Сергей Дербин. Напомним, что ранее так называемая прокуратура Крыма направила материалы проверки в следственный орган для открытия уголовного дела по факту незаконных выплат клинической больницы имени Симашко на сумму больше 17 миллионов рублей. Как сообщалось, члены Центральной комиссии по вопросам начисления дополнительных стимулирующих выплат начисляли самим себе премии. Доплаты назначались за заслуги, которые не предусмотрены перечнем стимулирующих выплат. 4 октября оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов потребовал уволить руководство больницы за расхищение денег. Он заявлял, что у главбуха больницы средняя зарплата в 547 тысяч рублей, а у заместителя главврача по 350 тысяч. Главврач при этом получала от 50 до 100 тысяч рублей в месяц. На сайте клиники уже успели сменить данные по главврачу, но оставили без изменений размещенную летом информацию о том, что преждевременной и необоснованной является информация службы финансового надзора Крыма о выявлении в больнице финансовых нарушений на сумму 34 миллионов рублей. Сайт клиники сообщает, что представления службы финнадзора обжалуются в суде и наличие и размеры финансовых нарушений будут определены с учетом принятого судебного акта. Жители Ялты напишут письмо Путину с требованием убрать горы мусора с улиц города. Картину продемонстрировала одна из местных жителей, с активисткой общественной организации «Народный контроль Ялты» Елена Гукова. Видим, около дома нагромождена свалка, которая не просто выглядит неэстетично, но уже мешает жильцам выходить из дома и входить в него. И вот что мы видим каждый божий день. Вот так вот выглядит мусорная площадка. Тут вообще-то сквер. Весь загажен. Второй раз я снимаю эту свалку, эту мусорную площадку, и буду писать Путину, потому что никто никаких мер не принимает. Плачевная ситуация наблюдается и в оккупированном Севастополе. Фотоблогер Сергей Анашкевич написал злободневный сюжет о том, цитирую, в какую помойку превратили памятник штык-парус в городе-героя Севастополя, который так гордится своей воинской славой. Конец цитаты. Когда памятники, являющиеся одним из символов города, находятся в таком состоянии, когда территория вокруг превратилась в свалку, место для вечерней накурки с видом на город, а барельефы в тир для пьяных подростков, метающих в фигуры солдат-бутылки, это не гордость и почитание памяти. Когда властям города нет до него никакого дела, вот уже много лет. Грош цена всем красивым словам о патриотизме и гордости за Севастополь, которую произносят с трибуны эти умные товарищи в дорогих костюмах. Это не единичные случаи, когда крымчане жалуются на завала мусора. Так, в этот летний сезон на горячую линию так называемого Министерства курортов оккупированного Крыма поступали жалобы от туристов. Большинство жалоб касались состояния мест размещения, пляжей и мусора на улицах. На админгранице с Крымом пограничники провели учебные стрельбы. Военнослужащие оперативно-боевой пограничной комендатуры Севаш провели боевое слаживание. Бойцы совершенствовали навыки стрельбы и оказание первой медицинской помощи. Пограничники готовятся дать отпор врагу. Тренируют лучшие специалисты. С военнослужащими проводят занятия специально подготовленные специалисты, которые проходили службу в наших учебных закладах, а также побывали в зоне антитеррористической операции. Условия учений максимально приближенные к реальным. Боевые позиции оккупантов со стороны Крыма находятся в считанных метрах. Стреляют военные в ту сторону. Пограничники отрабатывают вопросы инженерного обустройства мест расположения подразделения, опорных пунктов и боевых позиций. Также совершенствуют свои навыки по тактической и огневой подготовке. Зла у нас проводится фактически каждые три месяца. Навчается молодое поколение, которое прибыл. Пограничники делятся опытом с бойцами, которые только прибыли на службу. Как снять правильно ствол, сам автомат, разобрать его, почистить. При цельной дальности там тоже, ну там, как настроить правильно ее, как отцентровать. Молодой пограничник с позывным Дантес рассказывает, на этих учениях есть возможность освоить несколько видов оружия. Какое-то новое оружие для себя. То есть не только бегать с автоматом, а еще и работать по поветренным целям, то есть по танкам, важная артиллерия. Дать отпор врагу готовы не только с земли, но и с неба. Среди прочего отрабатываются и навыки тактической медицины. Вывший фельдшер, а теперь пограничник Валерий, говорит, в бою эти знания могут спасти жизнь. До нас постоянно приезжают представители медицины, которые были в зоне проведения АТО, имеют больше опыт, делятся с нами. Но мы передаем это военнослужащим. Обучение на админгранице с Крымом продолжалось около недели. Завершающим этапом стало практическое выполнение упражнений стрельб из разных видов оружия, а также метание боевых гранат. Украинские волонтеры из фонда «Сестры Победы» выложили в интернет видео, на котором зафиксирована российская оккупационная авиабаза в Крыму. Авиабаза расположена под Джанкоем. Волонтеры написали, цитирую, ни для кого не секрет, что за последние два года Крым стал огромной военной базой, куда московское государство стягивает свои самые боеспособные части новейшее вооружение. Маршрут был проложен не самой длинной, но даже не углубляясь внутрь полуострова, нам удалось увидеть много интересного. Уже за самой административной границей с материковой частью Украины начинаются укрепрайоны и военные базы. Мы покажем вам две из них – базу спецназа и военно-воздушных сил. Конец цитаты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова